Картина как окно, она на первых, так сказать, парах, на первых этапах своего становления, она заимствовала чисто архитектурное обрамление. И мы увидим дальше в тех работах, которые я предупрала для вас, иногда художник пользуется парапетом, иногда он буквально воспроизводит оконную раму или архитектурный портал, чтобы создать иллюзию того, чтобы как разделяющий, но в то же время побуждающий вас рассматривать то, что находится за его пределами. И таким образом сформировалась картина как окно в мир. Еще раз повторяю, это сама картина как окно, это изображение окна в интерьере, с чего мы начнем наш разговор, и проблема отражения проблемы зеркал в картине. И еще один важный момент, на который я хотела обратить ваше внимание, что окно, открытое окно, это всегда двухполюсный мир. Оно предполагает наличие зрителя на одном полюсе, а на другом полюсе тот самый необъятный, прекрасный, наклоненный событий, непостоянный переменчивый мир. И окно является границей, которая их одновременно и разделяет, и соединяет. Это вот тот рубеж, на котором сходятся эти два мира, и где они взаимодействуют, дополняя друг друга или оторгаясь, поэтому взаимодействие может складываться иногда гармонично, иногда грамматично. И вот этот вот как бы перетекамент двух миров, микрокосмос самодельного человеческого существования, и макрокосмос огромного мира, в котором человек живет, и как бы сформирует вот эту вот концепцию двоемирия, которая как нельзя лучше отражается и в самой картине с окном. Ну, естественно, один такой самый распространенный прием для художника. Я могу вам первую работу, мы начинаем немножечко издалека, это не гриванский художник Лиан Ванэй, приборный художник Герцога Поруцкого, и его знаменитая картина «Портрет 4.0». Ну, на самом деле, в этой картине очень много загадок, она совершенно необычная во всех своих деталях, потому что вот эта блокпалка такая очень состоятельная, дружуазная пара, они стоят в комнате, сбросят в комнате. Собственно, вот то действие, которое они совершают, вполне понятно, с первого раза, но предполагается, что это бракосочетание, хотя и с наклонением от существующих обычаев. То, что вы под их сомкнутыми руками, она стоит кресло, уменьшенное юбоками любовь, а это по средневековной иконографии, про Саламону, уготованной, который в свою очередь был такой Ветхозавет Аполитетичей Христа, и, наконец, вот то самое зеркало, в котором отражается интерьер, в котором находятся персонажи. Более того, это отражение предполагает, что зритель находится внутри этой комнаты, ну и, разумеется, слева окно, через которое в комнату вливается мягкий свет. Свет в картине, как никогда прежде, позволяет художнику передавать все особенности текстур предметов, кожи, бархата, меха, каждой ворсинки этого меха, шерст собачки. Естественно, она отражается на гладкой поверхности зеркала, но вместе с тем, если вы заметите, в комнате горит свеча, на ярком дневном освещении. То есть, эта картина у нас, на самом деле, помимо того, что действительно здесь изображены вполне реальные люди, которых, вероятно, знал художник, это еще и история Давида и Версавии, библейских претей, чароведителей Христа, история, как бы, вот, рождения Христа. И, собственно, вот этот свет, который льется из окна и который преображает весь этот интерьер, он является и таким, как, связующим элементом между миром и земным и водным. Вот то самое зеркало, о котором я вам говорила, и вот то самое отражение. Надо сказать, что в 15 веке, когда художники, так сказать, вот, как-то теоретизировали по поводу новой картины по поводу отражения зеркала, зеркал они просто только выгодны, как у Яна Ванейко. И особенность этих зеркал заключалась в том, что они собирают на себе, ну, как человеческий глаз, да, вот он собирает на себе гораздо больше предметов отражений его, чем плоское зеркало. Но в данном случае вот это вот зеркало, вот эта вот, сцена, как говорила, если вы присмотритесь, это сцена страсти Христовых, так вот, в правлении священной, священной истории. Так вот так вот появляется окно в живописи, окно в интерьере, скажем так, вот это вот первое разновидность нашего окна. Иногда это окно в интерьере вырастает до таких вот гигантских размеров дворцового окна, дворцовый трехчастный лоджий. Это тоже произведение Яна Ванейко и Мадонна, канцлера Ролена, слева Ролена с правой благоматери. Если вы обратите внимание, между ними нет никакого взаимодействия, потому что Мадонна является канцлером в таком вот как бы мистическом озарении, молитвенном экстазе. Но самое главное то, что между ними, а между ними вот та самая трехпролетная, ну, число 3-то же символичная лоджия, через которую открывается панорама, совершенно необъятный и прекрасный мир, и ученые пытались идентифицироваться, определить вот где вот, с какого города была написана эта панорама, но эти все попытки остались безуспешными. Это такой вот синтетический образ, образ мира. Единственное, что вот слева за канцлером художника-изоградер виноградники, владение самого канцлера, с правой стороны церкви, символ Богоматери. И вот эти вот две маленькие фигурки у парапета. Я специально обращаю на них ваше внимание, потому что потом вы увидите, что вот это вы сложившись в 15 веке, такая формула окна, как окно в интерьере, как картина окна и как отражение, в картине картина как отражение, она, так сказать, сохранится вплоть до настоящего мира, вплоть до 20 века. Она окажется настолько интересной для художников и настолько живучей, что она будет вписываться в любую стилистику и будет, так сказать, переходить из одной такой истории в другую. И вот этих вот двух созерцающих человечек, но не буквально их, а вот этот вот экстаз созерцания, сохранится у художников 20 века, как Юльяна Ванейко. Вот они, вот 3-ка, вот одновременно, например, в одно и то же время с Юльяна Ванейко работала по тому художнику, как Роберт Камбен, или как называют мастер, снимали. Вот здесь немножечко все проще, но все равно, вы видите, каждая створка, это 2-3 птиха, там, где Иосиф плотничает, там, он делает не что-то, как, ну, шутка про дьявола, одна уже выставленная там на створке в АВКе, а как в сцене с Богоматерью, как вот в сцене с створкой с донатором, везде присутствует окно. И в этом окне каждый раз открывается более или менее, в данном случае уже видно какую-то городскую панораму, вполне конкретную и узнаваемую. И даже там, где, как в центральной створке с Благовещеной, окно полуприкрыто решетчатым станом, даже сквозь него художник изображает город. Или вот еще один пример, здесь уже с выпуклым зеркалом, которое, кстати, это выпуклое зеркало, оно доживет в живописи до эпохи прерафаэлитов. Совсем недавно в Воднадцатом национальной галереи была такая выставка, которая так и называлась «Отражение Ян-Ван-Эйк и прерафаэлиты». Или вот то самое, о чем я вам говорила, когда картина как окно, заимствует архитектурные формы в своем обрамлении. И иногда это бывает просто заимствованные архитектурные рамы, таких примеров немало, а иногда рамы, которые художник изображает в самой картине, как в частности вот здесь изображает Рагер Ван дер Бейтен, он изображает толстый архитектурный пактал, в котором происходят вот эти священные события. Картина как окно, как я вам говорила, уже предполагает наличие вот этого семантического порога, смыслового порога, который вас предупреждает о том, что за ним начинается иное пространство. Вот нидерландские художники объединяют эту проблематику и вот видите, вот это окно, это подоконник, он в то же время прилавок святой религии, в данном случае выступает в своей постачи юбелиры и принимает у себя молодую пару, которая собирается приобрести у него обручальные кольца, и его подоконник, он же прилавок, он же терапевт, по одну сторону, которая находится святая религия и его клиентка, а в другую сторону находимся мы, но как бы вот на это указывают вот отражение в зеркале, которое специально поставлено на подоконнике, в котором отражаются вот два щелая такие вот изящно одеты, щеголевато одеты, щеговски одеты молодые люди, которые прохаживаются на улице и которые как бы вот указывают нам на нашу позицию внутри этой картины. Вот еще один пример тоже нидерландского художника Ганса Меблинка, чуть более позднего. Здесь можно видеть такое сложное построение, за правым плечом Богоматери висит выкуковое зеркало, и в деталях очень трудно рассмотреть, наверное, вам, но вы видите, там три маленьких квадратика, и это не что иное, как отражение Богоматери Донатора со спины, которые нам с вами являются вот в этих оконных проемах. То есть по существу художник изобразил некое такое замкнутое такое пространство в коробку, а с двумя окнами, в которых являются нам Богоматери с младенцем, Донатор и их отражение мы видим это выкуковое зеркало за спиной. Ну, надо сказать, что как бы тема этого окна в интерьере, как я уже сказала, она получила дальнейшее развитие в жирописи, особенно в жирописи 17 века, и в том числе вот в голландской. Я, примеров на самом деле можно привести великое множество. Я остановилась на нескольких. Вот пример, я, наверное, эрдерпского урок музыки. Здесь мы видим вот все то же самое окно, которое пропускает в интерьер этот мягкий рассеянный свет, который позволяет объявить текстуру предметов, гладкого пола, мягких ковров, бархатистых тканей, зеркало, которое висит над музыкальным инструментом, в котором героиня полотна изображается. Мы видим ее лицо, то есть свет начинает, как свет становится очень важным элементом такой вот художественной драматургии самой картины, самого полотна. Так же, как и вот в этом, в этой работе Вермеера, девушка, читающая письмо открытого окна. Здесь мы также видим открытое окно, этот мягкий заливающий свет. Более того, вы видите вот эту дрампировку, которая как бы открывает для нас эту сцену, как театральный занавес. Раскрытое окно в этой мелкой стекловке, как в зеркале, опять-таки отражается героиня. Известное полотно «Веласки с именины», где он изобразил себя пишущим портреты Филиппа IV его супруги и в этот момент известную в мастерскую, в комнату, где он работал, бежала принцесса Инфанты Маргарита в сопровождении своих служанных. И художник, вы видите, за его спиной висит зеркало. В зеркале отражается Филипп IV его супруга. То есть та картина, которую на самом деле пишет Веласкис, и которая стоит к нам тыльной стороной. Свет организует всю драматургию этого пространства. То есть он ярко освещает маленькую фанту. Он обозначает присутствие художника. И на дальнем плане, в дверном проеме, дверной проем, как мы видим дальше, является таким аналогом, естественно, аналогом окна и, в принципе, однозначным в живописи. Там изображен придворный Хасиньетт вот таким контражером на фоне ярко освещенного мирного проема. И связующим во всем этом действием, одним из важных элементов этого действия является, безусловно, свет, который появляется в картине, повторяем, благодаря окну. Показываю вам эту картину как пример соединения нескольких жанров во фламандской живописи. Если вы уже посмотрели выставку, мы потом вернемся к этой работе. Я хочу сразу сказать, что в том подборе вещей, которые я сделала для нашей лекции, есть и то, что экспонируется на выставке, но эти вещи поставлены в более широкий контекст. Так вот, здесь вы наверняка обратили внимание работу на Виктора Марковича Минблера «Натюрморт и пейзаж». Я вам показываю в качестве такой предтечек, потому что, когда мы поговорим о ней чуть позднее, в качестве такой предтечек фламандский натюрморт, эта композиция в данном случае соединяющая пейзаж в окне и натюрморт на беременном плане. Ну, надо сказать, что XVIII век не очень добавил в развитие этой темы, а вот романтики очень полюбили мотив окна. И окно у романтиков являлось очень важным элементом в картине, например, как у Кипренского портрета Ардулина. И являлась одно и являлась своеобразной проекцией, так же, как и здесь. Это проекция душевного состояния героини, в данном случае смутно-привожного, и вот этой вот цветок, цветка с опадающими цветками на подоконнике. Даже, казалось бы, таких вещах XIX века, как реалистическая живопись, а здесь мы все должны знать, картину Репина «Не ждали», известную картину Репина «Не ждали», которую мы привыкли, так сказать, вот интерпретировать с помощью, ну, как бы, вот, контекстуально, то есть, зная о самом деле, который изображал художник, зная о той проблематике, с которой он работал, и которая, так сказать, была очень актуальна в обществе. В данном случае это, так сказать, хорошо срежиссированная визан сцена с фигурой матери, жены, испуганных или любопытных детей при слуге открывающего ветра. Но обратите внимание, что художник поместил, возвращающегося сыну, в прямоугольник света. И вот этот прямоугольник света, так же, как и вот та светящаяся анфиладекс, в которой он вышел в комнату, является не менее важной характеристикой самого героя, чем вся, так сказать, остальная такая мимическая и аранжировка этой картины, что тоже немаловажно. Разумеется, важно, так сказать, вот, излюбленным, окно очень полюбили, точнее, художники-импрессионисты, поскольку для них важно было создавать, так сказать, такое некое общее пространство, соединяющее интерьер и внешний мир, единое общее пространство, которое, так сказать, строится по общим живописным законам. И в данном случае, вот я предложу приехать, хотела показать вам в качестве примера портрета Шаляпина или его дочерей. Там, где нет подписи, из какого-то музея, то это Пертиковская галерея портрета Шаляпина. В это же время появляется в живописи, в русской живописи, тема русских усад, дворянских гнезд, разоренных дворянских гнезд. И вот одним из примеров такого, так сказать, извода, что ли, темы, является Серовская картина, где изображена Белкина, помещичья зала, образ разоренной помещичьей усадьбы. Или же, например, вот такие вот дивные совершенно интерьеры, распахнутые в сад Станислава Жуховского, как это как раз занимает. Вы видите, да, и, как я уже говорила, что вот это вот двоемелие, когда вот внутреннее пространство и внешнее пространство, они строились на гармонических началах, а иногда на драматических контрастах. в данном случае вот это вот старая дворянская усадьба, старый дом фамильных портретов, галерея фамильных портретов, предков, старинная мебель, и распахнутые окна в молодой, зацветающий, радостный, как разумеется, говорит самое красивое название картины, зацветающий сад, когда выстраивается некая такая вот временная линия, временная преемственность, переход из прошлого в настоящее и в такое очень какое-то светлое будущее с помощью окна. или вот, например, такой пример. И вот такой пример тоже усадеб. Выравняя. Что такое веранга? Веранга – это уже не совсем замкнутое пространство внутри дома, это еще не совсем как бы открытое пространство, это некое промежуточное пространство, то самое пограничное состояние, в котором сходятся вот эти два микРомер человеческого существования отдельного индивидуального человеческого существования и микрокосм, и макрокосм окружающего мира. Эта тема дворянской усадебной жизни, которую все хорошо знают и по произведениям Чеховой, особенно знаменитая, естественно, после 1917 года не могла существовать в том виде, в каком она была в ближайшее веков. И она совершенно невероятным образом с помощью этого окна нашего трансформировалась в тему дачной жизни, которая стояла вдалеке, для многих художников казалась спасительным убежищем, в котором уже не действовали какие-то правила и нормы официального искусства, и в частности Бродский, или чуть более ранее работы Кустодьева, или его Веранда. 1926 года, цикловых Веранда, 40-го года, который вы видите здесь на выставке. Вот все тот же самый частный мир человеческого существования, какие-то неприходящие, очень важные для каждого художника, так и для каждого человека чувства, аккумулировались вот в этих композициях, совершенно далеких от официального искусства, хотя нередко сами художники могли быть вполне официально признанными, например, как Александр Михайлович Герасимов, первый президент Возглавной Советской Академии Художеств, автор известнейших полотен Сталина в Кремле и многие другие. Тем не менее, вот в своих вот таких вот дачных жанрах, которые сохраняют память, вот жанр, так как картин, сохраняют память о вот этих усадебных, больных таких способных композициях рубежа веков, или вот, например, Константин Йоанн, который в соседнем зале, была в советской живописи очень важна, поскольку, повторяю, эти художники, ну кто-то более признанный или кто-то, или там приз такие вот корифеи официального искусства, как Александр Герасимов, вот в этих своих работах открываются совершенно новые и, в общем, как-то малоизвестные до сих пор стороны. Или вот Алексей Грицай, веранда. Засниженная веранда, покинутый в дом, это тот случай, когда отсутствие людей говорит о них, может быть, даже больше, чем их присутствие. И вот эта вот тема импрессионистическая подхватывается художниками Водицпери, художниками 50-х годов. Понятно, что здесь художник работает Заградская на Константине Коровина, продолжая эту, вот эту тему частной жизни. Ну вот вернемся в 20-е годы к окну интерьера. И перед вами небольшая работа, она здесь есть на выставке, Семалович Нина, Семалович Ефимовы, где она изобразила Павла Флоренского в рабочем кабинете в Загорске, Павла Флоренского. Ну, Нина Семалович Ефимова, принадлежно, выходила, так сказать, в ближний круг Павла Флоренского. Они с мужем, скульптором Ефимовым, наезжали постоянно в Сергию Флоренского. Были общие прогулки, совместные беседы. И вот она изобразила Флоренского не просто в глухом кабинете, а на фоне окна. Если вы еще заметите, это окно открытое, отражается в стеклах книжного шкафа, в стеклах шкафа. Таким образом, когда она помещает фигуру ученого, философа, ученого, исследователя, как бы между собственным реальным окном и его повторением, отражением вот в этой зеркальной поверхности. Вообще, даже художники в 20 веке, вот при счете, например, это Абрама Архипов, очень полюбили, очень полюбили те приемы, которые были найдены мастерами в 15 веке, как я уже говорила, потому что свет позволяет увидеть, почувствовать, вернее, текстуру предметов, фактуру их. И, как говорят в театре, для того, чтобы услышать тишину на сцене, нужен сверчок. Вот так и здесь. Этот свет, чтобы, как говорят, оценить, почувствовать и просто почувствовать его, видеть. Художник очень любит на пути света ставить предметы, вот как вот этот самый графинчик с водой или там с какой-то жидкостью, которая как линза преломляет солнечные лучи. Художники, так же, как и их далекие предшественники, очень любят предметы с такими отражающими поверхностями, богатыми рефлексами. Это фаяц, стекло, глазурованная керамика и, естественно, вот все вот эти, вот эти вот световые, всевозможные световые дверьки. Кстати, обратите внимание, мастерская Брама Архипова. Мы видим окно, затем мы видим холст, который обращен к нам тыльной стороной, и художника, который работает над картиной. То есть мы видим как бы две картины, перед нами две картины, одна пейзаж в окне, другая, та, которую мы не видим, а на которой работает художник. И вот из этого умеря складывается интрига. Вот то, о чем я вам еще говорила, художник Богородский, мастерская, те же самые отражающие богатые рефлексы поверхности, которые улавливают и, так сказать, вовлекают, и аннажируют пространство картины. Или вот еще один пример Куликов, художник Куликов, работу можно увидеть на выставке, Павловский кустарь. Кстати, Куликов был художником, был учеником Репина, и вместе с кустодием они сестировали ему при работе над заседанием Государственного Совета. Жизнь бы сложилась таким образом, что после 18-го года он осел в родном городе Нурме и практически безвызно должен там для своих смертей, в 40-е годы. Вот картинка такого патриархального быта, старого уклада жизни, неспешного какого-то. День мастерового, который разил у этого окна, на котором стоят вот эти шпаны за дедомых, 50-х годах. Лимоны, мандарины, клетка с конорейкой. А главное, вот обратите внимание, вот тот самый сверчок, это солнечный блин на стеклышке очков мастерового, который сразу создает ощущение светоносности самой этой картины. Как я уже сказала, клемма окна, вообще форма окна, формула окна, иконография окна, она легко вписывалась в любую совершенно стилистику. То есть, как мы говорили в основном о классической реалистической живописи. Вот несколько примеров советского модернизма 20-х, 30-х годов, в частности, Лево-Брудник, Детская, где вот эти вот солнечный свет, вот этот, идущий из окна, является основным поразительным средством. Вот он выстилает солнечные вот эти блики, выстилают пол, стены, предметы и создают этот образ детства чистоты, ясности, взгляда на мир такого резуменного, чистого и ясного. Или, например, художник историк, в окружении которого мы с вами сейчас сидим. Вы видите здесь, я вам показываю просто другие волоконты, у которого постоянно присутствует вот это вот окно, и для которого была, задача которой было, как у художника, создание такой единой цветовой среды в картине с углоением пространства. Или вот, например, портрет жены Лабаса, который висит слева от вас. Хочу обратить в ваше внимание, это жена Бритониния, это портрет жены был написан просто несколько лет, а не таких биографических подробностей. Он был написан вскоре после того, как они поженились. Для каждого из них это был первый брак, и когда сложился их союз, он оказался настолько, он оказался невероятно прочным и счастливым. И вот в начале вот этой счастливой, большой, долгой жизни Лабас написал портрет. Реанин Нойман у окна, за чашкой чая, на фоне откинутой створки. И в этой створке отражается та часть города, пейзажа, которая нам не видна в самом окне. То есть с помощью отражения, с помощью с помощью вот этого отражения в стекле пространство картины расширяется и создаётся ну как ещё можно было как ещё передать вот это вот своё счастье, обретённое счастье, вот такое полное, всеохватное и очень проникновенное. Конечно, он увлекался, как и многие его современники, он увлекался техникой, для него была ещё очень интересная задача передачи в картине движение. И в этом движении всегда как бы вот встала, как бы всегда в этом движении художник верну, не скажем так, не отказывался от окна, то есть усиливая эффект вот этого движения. Я уже говорила вот Манель, к сожалению, приходится, я вам показала веранду Кустодиевой и веранду Цеплаков, это как бы такой промежуточный такой вот такой интерьер, часть таких промежуточных планов художник убирает. И вот у Дейнеки в 31-го года на балконе вот этот самый балкон превращается в своеобразный трамплин. Ну, понятно, что с точки зрения, так сказать, вот таких устремлений времени это трамплин в будущее, это трамплин в мечту, в трамплин, так сказать, во что-то, о чем мечталось. И к этой же теме привыкают студентки Шевченко. Причем Шевченко поместил их также на фоне окна, и в окне эти парусники. И если вспомнить старую живопись, например, 17-го века, то, как правило, там противопоставление обратное, там вот этот вот закрытый, частный, миропорядоченный, так сказать, услов, хорошо устроенный, так сказать, является надежным оплотом. А вот парусники в открытом море, так же, как в романтиках, чуть позднее, они как раз символизировали вот то самое неспокойное море житейское и, так сказать, вот такую неустроенность и, так сказать, вот подстерегающая человека опасность. Вот, естественно, здесь все наоборот, потому что это распахнутый окной парусники, это вот то самое будущее, та самая осуществленная мечта, видимо, о которой, так сказать, мечтают студентки. Или же вот картина, которую вы видели на этой выставке «Подготовка кадров на родной дострой», художник, чья биография в общем нам малоизвестна, но вот эта картина является, наверное, одной из центральных, одной из главных его творчества на наследие. Это уже почти, просто почти канцлер Ролен, потому что, если обратить внимание в силу сам все собравшимся, они погружены в какие-то свои расчеты, и вот над их головами даже не своих спинами, возникает окно, как гигантский экран, на котором просто словно в мистическом озарении является вот та самая панорама завода, которую предстоит осваивать, ему предстоит строить, вот один из гигантных социалистических индустрий, над которым предстоит трудиться. А вот тот самый Виктор Митлер, о котором я вам говорила, который в своей работе «Зимний пейзаж и натюрморт» мы исследуем вот эти вот прожаные пейзаж, вакни и натюрморт. Причем Виктор Митлер был, кстати, сотрудником Китиковской галереи в 20-е годы, он приезжал в Европу, изучал музейные дела, современное искусство, и вообще увлекался современным искусством. Но вот в этом случае, в начале 1933 года, когда была написана работа, он явно оглядывался на классических художников, в частности галатских и фламандских художников. И как бы это существует пайковый продукт, который он изобретет в качестве натюрморта, что это рыба, селепа, мешочек с луковицами и картофелями, полбухарки такого очень наздреватого, черного, ржаного хлеба, какой-то кувшинчик. Но вместе с тем он изобретет потрясающий фламандский такой вот избыточностью, которая, так сказать, то избыточностью, в которой художник является каким-то внутренним оплотом. Вот не случайно Виктор Митлер и вот эти работы повешены как бы визойне друг на друга, они как бы два фонуса так в нашей жизни. Вот той самой, так сказать, официально, большой, устремленный в такое светлое будущее и вот той частной, которая представляла такой надежный оплот. А за окном, заметив занавеской, как за театральным занавесом, вот этот зимний пейзаж вполне в голландском вкусе, с такими зимними развлечениями детей, с прохожами, за снежными булочками и этим другим. Еще один пример вот такого соединения жанра, такой неожиданный совершенно в 1924 году Рутюморг написал Константин Иоанн с античной скульптурой и тем нехитрым набором предметов, которые составляли наверху быт того времени. Или еще одно окно, так называемый архом поэта, которое было написано в преддверии, праздновалось, как это не странно звучит, праздновалось столетие своего дня смерти, Пушкин, но тем не менее, как бы незадолго до этой даты Кончановский написал совершенно неофициальное окно, посвященное памяти поэта. Сельский дом, решетка окна, ситры, снарезки мартолика, стихов и свеча в шандаре, в подсвечнике, зимний занесенный двор, и все это как-то очень созвучно оказалось поздним пушкинской поэзии. Вот тот случай, когда я говорила о том, что иногда вот это окно, вот если вот это такая граница, которая соединяет, на которой сходятся два мира, вот иногда, как здесь, художник Морозова, это 36-й год, тоже прошу обратить внимание, вот этого граница превращается, окно вернее, превращается в такую диафрагму, которая потенциально сужается и как бы оберегает или наоборот предостерегает, вот оберегает внутренними от вторжения внешнего и такая вот так сказать как бы вот форма эскапизма, как у Сфепродского не выходи из комнаты, не покидая жилища. Или открытые, совершенно радостные вот такие вот медиа-мурты Александра Сергея Герасимова и опять мы возвращаемся к натюрборскому Александру Герасимова. Здесь бесконечное количество, бесконечно можно, так сказать, варьировать состояние. Вот, например, художник Соколов пишет примула на окне. Вот то, что близко к нам, вот наш частное, как бы частное существование, это зацветающий примула, это мягкий след за окном, мутный, как бы тоскливый день. Или, например, как вот Юрия Пименова, чуть более позднее написанного на церковь ожидания, повешенная пауза в воздухе, отставлена отложенная телефонная трубка, дождь за окном, и сразу рождается совершенно очень, очень сложная такая драматургическая коллизия в картине с помощью окна. Вот пример, как я вам говорила, когда окно, дверной проем точнее является аналогом окна, и написанное в 41-м году «Лесосфронт», вы видите, как бы герой находится на пороге, как бы между вот этим внутренним разумом, что это, это, на самом деле, Сергий Фасад, вот тот самый Сергий Фасад, троецетергиево Лавро, где писала Семанна Чехина Флоренского, в годы войны там просто поживали люди, и вот вот это состояние выхода из долгих лет войны, из какого-то тягостного состояния, из этих мучительных лет жизни к свету, к солнцу, это радостное письмо, радостная весть, которая приходит из этого внешнего мира, и все это сходится вот на этом пороге, на, между миром, или вот еще одно послевоенное полотно, вот еще одна не веранда, еще один балкон, тоже как старт в будущее, и вот картинка, которая мне очень нравится, она была написана тоже в 47-м году, как и все предыдущие вещи, и если вы обратите внимание, здесь окно, само окно, оконный перевлет, подоконник, створки, превращаются, художник подопляет архитектурный портал, который перед нами открывает панораму, вот, панораму, ну, это, что это, ну, это, это подмосковье, но вот то, как художник открывает вот эти вот мягкие склоны, это неспешное движение, когда он все время настраивает взгляд на медленное, глаз на медленное созерцание, и в этом созерцание складывается паркартина мира, покоя, и, собственно, то, что, то главное, что несла в себе эта картина, в своем самом деле, это ощущение вернувшегося на землю мира, который был завоем. или вот еще один пример архитектурного портала, как окна или дверного проема, как архитектурного портала, это проваль на даче, я останавливаюсь подробно, ну, естественно, в 50-е годы это в оттепеле, и в 54-м году Затова дача Луц, или Татьяна Легонская, написала свою дочь Лену, 13-летнюю дочь Лену, вот в тот момент, когда она делала внутреннюю зарядку, легкий взмах руки, как крылья, и вот опять на фоне окна, правда, в этом окне виден Киев, поскольку Татьяна Легонская жила в Киеве, но это совершенно не важно, именно на фоне окна она изобразила свою дочь Лену, это опять как взгляд в будущее. А в 50-е годы, вот уже, переходя к вот теперь, я хотела вам показать несколько работ о ее салах, его нет, кстати, одна из них, вот она, Гладиолус, висит за вашей спиной, можно посмотреть, вот я вам предлагаю посмотреть вещи, да, вот Гладиолус, вот в том же самом карте, как что Гладиолус, он написал вот эту картину, она называется «Окно утромосквы», и здесь мы опять-таки имеем пример вот того самого окна портала, архитектурного портала, картины как окна, он как бы возвращается в этой классической метафоре картины, как окна, но, вот обратите внимание, он написал это окно как диптик, и левая створка этого диптика, она вся расцвечена, раскрашена, яркими красками, желтыми, синими, красными, а вот правая створка, правая часть этого диптика, она почти мемоходна, но на стороне правой створки стоят кисти, приготовленные кисти и тюбик с краской, то есть художник, как бы еще неосвещенная и не раскрашенная, как у Маяковского тогда я наставали, что художник наравне с солнцем обладает той же создающей силой, которая способна сделать зверх более ярким и радостным. Вот эти его гладиолусы. Здесь уже совсем мы как бы говорим об окне, но как-то корова окна здесь уже нет, никаких рамок, никаких переплетов, ни форточек, ни створок, абсолютно ничего, только обшарпанный подоконник, этот подоконник ставит банка с такими очень хрупкими гладиолусами, за которыми стена дома скушенная, с квадратиками вот этих локон, и вот эти гладиолусы словно перечеркивают вот эту скучную стену, и как бы вот это утро, начало дня, внизу стоят машины, кто-то собирается в дорогу, и утро не только как начало дня, но и как начало новой жизни, о которой так всем мечталось ярко, радостно и светло, о которой мечталось в период оттепеля, а вот тот же художник, Тайр Салахов, почти полвека спустя, он на протяжении всей своей жизни писал эти натюрморты, вот он написал несколько вот таких натюрмортов, сразу вам покажу, раз, два, три, совершенно другая ситуация, натюрморты, цветы стоят на столике, ну почти что на подоконке, стоят на столике у окна, вот эти вот герберы в синем конусе, такие большие букеты, или же вот розы в ведрах, в стеклянных банках, рассыпающиеся тюльпаны, и стоят они у наглухо закрытого окна, вообще пространство комнаты держит вот этот вот крепкий уголоконный рам, за стеклом зимний, слегка помятый, говоря словами Павловского, воздух, и взгляд, если уж не как в отличие от гладиолусов, когда он просто абсолютно свободно освобождался, и вот эта вот диалектика перехода внутреннего во внешнее знаменовала обретение свободы, то здесь взгляд Габи-Гарова, как бы, выходя за границей, он все время наталкивается на забор, забор, обегает вот этот двор и возвращается, и возвращается опять в дом. И у Бродского есть очень созвучное салаховое стихотворение, которое так и называется «Цветы». И тут как бы словами Бродского хотелось бы выдохнуть «Цветы, наконец, в доме». Как бы возвратное движение возвращает нас из внешнего пространства во внутреннее пространство. И дальше у Бродского идут такие строчки «Вашим лишенным лести будущем… Сейчас вот консультирую его. Вашим лишенным фальшем в пресности крепузатых пас, где в пору краснеть, потому что дальше только распад молекул под крючки запах». То есть не линейное время, а возвратное время, исчезающее и заморождающееся. И еще я хотела бы вам показать в этой связи несколько портретов, которые написал салахов в начале 80-х годов. Они все посвящены его матерью. Если вы обратите внимание, он писал ее в сонах она ебила много лет. Она жила трудную жизнь. Отец Салахов был репрессирован в 1937 году. Семья много лет ничего не знала о его судьбе и получила только бумагу реабилитирующего в 1956-1957 году. Мать выросла без рюх детей. К этому времени, когда художник ее писал, она тяжело ввалила, но тем не менее, она была счастливая старость. У нее были дети, внуки, плавнуки, она дождалась еще своих правнуков. Но когда он стал писать ее портрет, он заметно несколько ее омолодел. Вместо такой сухонькой старушки он написал просто пожилую женщину. заметь он стал писать на верном районе, на пороге, в пол оборота спиной к зрителю, который ставит перед картиной. Он сначала написал существует много, я показываю только два, существует много. Он сначала написал ее в бордомом платье, но как того же Бродского, которым я цитировала сегодня уже, есть такие строчки, что за жизнь у человека груз психологических обретений тяжелее, чем недвижимость. Ну и как я уже сказала, что Солоха написал свою мать уже тогда, когда она тяжело болела, и семья была готова, ну собственно как бы вот трудно сказать, что семья ожидала ее ухода, но тем не менее все понимали, что она уходит. И вот он потом смыл вот этот бордовый цвет, он написал ее в белом платье, как бы освободив ее от этого груза психологических переживаний перед уходом за черту невозвратности. И последним была написана вот эта работа распахнутые двери, верный проем, вот этот порог, пустой стул и горизонт. То есть вот эта метафора окна как некое переходное состояние в данном случае, в произведениях мастеров 20 века и не только, она усложнялась за счет вот этих новых смыслов, как вот здесь. Это не просто соединение двух миров, как замкнутого, открытого, как мы уже говорили. в данном случае это такой состав как бы два бытия и имя бытия, когда человек переходит из одного в другой. вот еще один пример, который есть, работа, которая есть на выставке, когда художник изображает окно, но в этом окне нет пейзажа, нет там света, солнца, который через окно попадает интерьерного вару, такая очень вязкая, такая тягучая тьма, которая вытанкивает из себя, словно два мускор света, вот эти два яблока желтых или лимона. Или детская тема, как органично вписалась в эту тему окна, как у Андрея Тутунова, как у Сергея Тутунова с детства. Тоже очень созвучные релики Пушкина поодку «Валевший двор» и так далее. А вот Сережа Моисеенко. Здесь я хотела обратить ваше внимание. Вот помните, я вам показал такой Дим Тихлян Ганс Мемблеб Мадонны и Донатор, которые сидели как бы в двух таких кубических конструкциях. Вот по существу Моисеенко использует тот же самый прием. Его племянник Сережа, у него работа была написана на даче под Генградом, вот он его изобразил перед открытым окном. В руке мальчик держит яблоко. Это тоже очень символично. За ним открывается комната, а из этой комнаты в окне слева из нее есть второй выход. И этот выход ведет туда, на прибор, по которому льется, убегает какая-то подорожка. И сонесенная с образом подростка она считывается как некий образ его жизненного пути, может быть, не такого легкого, когда придется преодолевать какие-то трудности, крутые подъемы, где возможны какие-то падения. И вот такой пример опять-таки сквозного окна в композиции «Девятое мая». Опять же, действие происходит на балконе, затем открывается комната, открывается вид на другую сторону улицы, сквозное объединяющее построение пространства. Или же последняя тема, я понимаю, что я уже, но поскольку мы позже начали, еще одна тема, которая является своего рода таким ответвлением темы окна в живописи, это мастерство художника, но не в том качестве, в котором мы перейдем уже с вами, а в несколько ино. Вот Юрий Кугач, кстати, вот видите, вот здесь слева прикноплена репродукция вернира усводни, это мастерская художника, где само окно представляет собой как некий прообраз будущей картины или хотят будущей картины художника. Чистый холст, как вторая, вот та самая реакция, которым должна претвориться вот та самая вторая реальность, которой является картина. Или же вот такое вот сопоставление окна чистого холста у Андрея Волкова, портрет Шостаковича на фоне чистого, на фоне белого окна как образ такого творчества. и вот еще одна работа, мы переходим к 70-м годам, как исследуем хронологии 20-го века. Помните, я вам говорила, что вот эти маленькие фигурки у Яны Ванека, которые выражают пафос созерцания всепоглощающего просто с невероятным наслаждением. Вот она, этот пафос созерцания Татьяна Японская пережила, убывав во Флоренции. И она собственно написала себя также со спельми вот в этой работе «Вечер старого Флоренции» у раскрытого окна. И это окно, как видите, оно, так сказать, это тот же самый триптих, вот эта вот центральная часть, боковые створки, в которых отражаются те части пейзажи справа и слева, которые не попадают в центральную створку. И сама фигура, которая созерцает в той же вот такой позиции несколько вознесенной над земной как у Яны Ванека, она выражает вот этот самый пафос созерцания через как бы приятие этого мира. Дмитрий Жилимский «Зима на юге», вот это ему как раз принадлежит та заслуга, что он одним из первых в конце 60-х годов стал, его работы сразу выделяются, они написаны в приемах старых мастеров, он изучал древнерусскую иконопись, он изучал западную европейскую живопись, и в принципе вот как бы с него началось такое вот увлечение художника, увлечение особенно молодых художников 70-х, такими путешествиями во времени, вот как например Ольга Булгакова «Молодые художники», вы ее тоже здесь на выставке можете видеть, и здесь она изобразила себя и своего мужа художника Ситникова, вот смотрите как, в интерьере между ними окном наполовину закрыто, но вероятно потому что все-таки мир художника он наполовину закрыт, отчасти любое творчество отчасти должно быть тайным, но тем менее там внизу в этой позиции незаметно вознесенной над землей внизу открывается панорам большого города на этом столике лежат вероятно какой-то самодельный альбук в клееной репродукции Кранаха и Эль Грека лежит домик вероятно с записками Леонардо Довичи маленькая лупа лупа или так просто какая-то стеклянная линза вернее лупа а линза стеклянная линза которая преномляет вот этот вот свет и зеркало которое держит в руке художница и в этом зеркале отражаются еще два лица которых нет в картине то есть они как бы мыслительно присутствуют это лицо мужское лицо со старинного портрета и фрагмент женского лица вот такая вот сложная структура вот это напластование временное пространственное и смысловое как раз вошло в жизнь в 70-е годы и вот так это представляла себе например Татьяна Назаренко московский вечер когда все как бы сказать границы разделяющие внутренние внешние меры эти границы разнуваются уходят и создаются некий такой фантазийный что ли образ в котором время пространство художник свободно перемещается в пространстве и в пространстве его времени и создают некий такой фантазийный образ как здесь молодые художники это пример того как художники используют романтического портрета вот вспомните портрет Ахдулины женская фигура полуфигура и слева от нее пейзаж в окне взмышевавшаяся морская стихия вероятно это то что передает душевное состояние как правительство душевного состояния героини небольшая работа Николая Андронова в 70-х уже годов но вот здесь окно совершенно фантастическим образом как бы подоблено некому лицу в котором усматриваются дорогие родные близкие чертымы какая-то ностальгия по уходящим к собору которым лепятся какие-то домишки лесок неказистый пейзаж и вместе с тем возникают ностальгические нотки и вот этот вот ностальгия в работах Игоря Бросова что же 60-ти как Николая Андронова она приобретает такой характер что-либо физического то есть это совершенно такие у него как как мы здесь это безлюдие безлюдившие даже можно сказать это пейзажи интерьеры ровный свет резкие тени и вот этот реальный мир притворяется уже в некую метафизическую субстанцию скажем так как и превращается не просто в реальный какой-то образ а некий такой вот сон о России и где окно как раз является над этим существенным таким звеном в этой диалектике перехода вот все что я успела вам показать и я хотела просто еще раз подчеркнуть что на самом деле это вот когда мы работали над этой выставкой выбирали эту выставку так сказать и формировали оказалось что стоит произнести вот это слово окно в мире и окно в России окно в России потому что делали выставку на материале русская живопись оказалось что тема она очень как сказать она очень разветвлена и она как вам сказать работы просто приходилось не то что приходилось искать а работы сами как-то стали подтягиваться тянуться и я думаю что если вот после этой выставки после сегодняшнего нашего такого реперспективного просмотра очень быстрого ограниченности времени вот вы будете смотреть живопись наверняка вы обратите внимание на окно в интерьере картину как окна и отражения которые может быть раньше не обращались внимания и уверяю вас как раз вот этот элемент картины вот эта форма она следует рассказать иногда гораздо больше чем ну как бы такая вот любая информация которая может ну как бы является может быть более доступной лежащей на поверхности поэтому я вам всем желаю стать немножко исследователями после этой выставки и когда вы будете смотреть повторяю какие-то рассматривать какие-то репродукции смотрите какие-то выставки обращайте внимание на окна и как бы вообще на детали я не поняла честно на детали ну можно сказать что да например в портрете жены Лабакса окно это деталь но как много она умеет как много это деталей можно рассказать нам о главном герое о содержании как бы открыть еще одну грань в содержании картины поэтому я вам всем желаю успеха аплодисменты спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...